ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И Гопи стали сказать, нет, его здесь нету, Владита, может быть, ошиблась? Да нет, я точно знаю, он там нырнул. Может быть, его течение внесло? И они стали искать в другом месте. И тут Владита сама не выдержала. Она прыгала в воду. Кришна, Кришна, где ты? Стали кричать Гопи. И они искали Кришну. А Кришна сидел за остальных, смотрел. Как они все волнуются за него. И когда он понял, что чувство покидает их, Кришна поплыл в то место, где он нырял. Нырнул. И выкнулся. Чуть не раздавили меня своими ногами. Что вы здесь все бегаете, как слоны? Ведь невозможно под водой держаться. Вы что, нарочно, да? Ты, Кришна, ты нас так напугал. И купайся, сколько тебе хочется здесь. Только так больше не делай. И Гопи вышли и подумали. Пускай он здесь купается. Но лишь бы он остался живой. Лишь бы он всегда был с нами. И мы видели его хитрые глаза. И они взяли с собой все свои одежды и пошли в другое место. И Кришна подумал. Сегодня я их победил. А они все меня искали и плакали по мне. И ничего не осталось от их гордости. Твоя жена уходит на свидание с Кришной, а ты об этом ничего не знаешь. Да где же ты такую информацию берешь? Где ты об этом слышала? Я даже об этом ничего не слышал. Ты сидишь дома. Я хожу туда, вон, хожу, пасу своих коров. А ты мне говоришь, что она случается. Ты же дома сидишь. Откуда ты знаешь? Эээ, соседи все видели. Ээ, где ее видели? Где, где? Конечно, где? В твоем доме, дурачина. Как в моем доме? Да. Когда мы сидели в доме, он сюда забрался через окно и сидел в сатаране. И действительно, в этом совсем недавно Кришна сидел в комнате с сатаране. И они любовно разговаривали, проводили время. И Джатинова даже не подозревала, что тот Кришна, которого она ненавидит сердцем, сидит у нее дома. И разговаривает в этом сатаране Радхаране. И вдруг она подумала, сейчас, я тебе докажу, сейчас, подожди, сейчас. Мужчина называется, сейчас. Сейчас мы ей покажем, что она нецеломудрена. И она зашла домой. Открывай дверь, Радхаране! Открывай! И Радхаране спугалась, скучно. Что делать? Выпрыгай в окно, убегай. И Кришна выпрыгнул в окно, залез на дерево, потому что он не мог далеко убежать. Потому что он знал, что сейчас опьевание может появиться или кутило, чего доброго. И он залез на дерево и сидит. Но где Фрейта, Кришна? Где его Фрейта? Она осталась на диване. Она осталась на мягком диване. И Кришна подумала, о-о-о! Фрейта, Фрейта! И Джатин сказал, ну что? Не говорится. Где Кришна? Где Кришна? Кришна здесь не было. О чем ты говоришь, моя дорогая мама? Я чувствую запах Кришны. Ты что не говоришь? Где бы он ни был, после него еще очень долгое время остается его запах. Этот запах мне известен. Он здесь был. Ага! И ты говоришь, что его здесь не было, да? Нет, не было. С чего взяли, что он здесь был? А это Фрейта. Чья ли это Фрейта? Не Кришна ли это Фрейта? И когда она уехала Фрейта, она сказала, о чем ты, мама? И она упала. Я сильно покинула на Таране. И в это время она подумала, что же делать? И Кришна, ой, как бы нам не влетело. Как бы не влетело ей. Ладно, я все равно убегу. А что, без Атаране? Как мы с ней снова встретимся? И в это время, по мгновению ока, появилась в Пурнамасе. Она проходила недалеко. Она знала, что Кришна там, но Кришна почему-то не возвращается. Наверняка что-нибудь случилось неладное. И вдруг Жатила вышла и сказала, а-а-а-а, эй, матушка Жатила, ну-ка, зайди сюда, по двор, зайди. У меня такое горе, такое горе. Оказывается, все, что говорит соседям, правда. Горе мне, стыд и позор, стыд и позор, бедный мой сын, бедный мой Абхиманин. Что случилось, Жатила? Что ты так переживаешь? Почему ты так скорбишь? Что случилось? Этот негодный Кришна действительно встречается с моей Радхарами. С чего ты взяла? Ну вот смотри, я зашла туда, а там запах Кришны остался. Кришна я не нашла, но флейта, узнаешь, что это флейта? Это флейта Кришна. О чем ты, Жатила, опомнись. Никакой Кришны не приходил. Ты что, не знаешь? Нет, ничего не знаю. Чего я должна знать? Ночью был дождь. Из флейт. Да не может быть, такого не бывает. Я тебе говорю, это был самый необычный дождь. Все жители Дриндавана просто поражены случившимся. А что вы не говорите же? Я ничего не слыхал, никакого глобался. Ну, ясное дело, твои-то годы и сладко не спать. А теперь выйди, посмотри. Выйди за ограду и посмотри. Я когда-то вышла за ограду и увидела кругом флейт. У всех домов лежат флейты. На земле все, земля вся усыпана флейтами. Ну вот, наверное, вместо капельки, как капелька дождя попадает, в окошко ей попадает. Так же и флейта попала и осталась на диване. Что ты тут себе начинаешь вбивать в голову, что твоя Радхарани, кому изменяет твоему сыну? Она такая целомудренная. И твоя вообще маню. Он такой герой. Кто может ему изменить? Разве есть еще кто-нибудь достойный? Царь Решабану не нашел более достойного человека, как твой сын. Поэтому он предложил свою красавицу-дочь твоему сыну. Разве не так? О, что не говорит, а мой сын, он очень, очень, очень необычный. Я всегда поражаюсь, как Господь был милостью ко мне, что подарил мне такого сына. Такого разума, такого красавца. Ну, как глаз мне оторвать. И Гопия, они пришли и сказали, Радхаран, что случилось с тобой? Что случилось с тобой? Там Жатила нашла флейту. И теперь я не смогу выйти в жатиле дома. Я даже не хочу жить больше. Как я посмотрю всем в глаза? Ну, о чем? Я же тебе говорю, я же вам говорю. Жатила нашла флейту Кришны. Кришна здесь был. И должно быть он сидит до сих пор на этом диване. Ну, и пускай сидит себе. Нечего было ему забираться сюда. Он, что не знает, что Жатила могла найти. А смотри, ты не бойся. Бабушка Пурнамаси все устроила. Что он сделал? Она усыплась весь Приндаван флейтами Кришны. Да! И сказала, что это был дождь. И тогда Радхаране, она облегченно вздохнула и подумала. Джай Кришна. Джай Кришна Чандра. Джай Шамасундра. И она подумала. Она ушла. Она ушла своим сердцем Кришны. Который в это время сидел на дереве. И как Кришне уйти оттуда? Он не знает, как уйти. А уйти надо. Потому что друзья спохватятся. Где Кришна? Старший брак Баларана спросит. Мама, а где Кришна? И тогда начнется деревья переполох. И тогда Кришна стал петь. Как кукушка. Ку-ку. 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 И стал качать веточку. И все посмотрели, отвернулись. И стали думать. Нужно приготовиться. Нужно поклоняться богине Гаурии. Нужно собираться. Надо храк-харани готовить, чтобы поклонились этой Гаурии. И Кришна хотел слезть. И дружескоповернулась. Кришна опять убрал ногу. Ку-ку. 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 И бестолковая птица. Не даст свои дела сделать. Чего ты кукуешь? И так на сердце неспокойно. И Кришна опять хотел слезть. В это время опять. Ку-ку. Ку-ку. И Субал сидит и думает. Чего тут Кришну нет? Уж не случилось здесь что-нибудь? Что же мне сделать? Как мне выручить Кришну? А, я подумал. И он пошел за тебе. Эй, Субал! Ты чего сюда идешь? Ты что, какие-то весят Кришны несешь? Наш дом. Не говори мне о Кришне ничего. Это чего это так? Я с ним поссорился. И напоминай мне больше о нем. Субал, а зачем ты сюда идешь? Ты, Затила, ты моего теленка здесь не видела? Какого теленка твоего? Ну, такой, красивый. Очень красивый. Все телята красивые. Чего ты тебе, ну, чего ты говоришь? Иди отсюда. Нет, нет, нет. Как я без него вернусь? Может, он где-нибудь здесь? Может, он с твоими телятами смешался? У меня телята все ушли. Всех увели по стилю. Ничего здесь нету. Иди отсюда. Дай-ка я обойду дом. Ну, я посмотрю. Может, он там? Ну, обойди. И в это время Кришна. У-у-у. 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 Субал понял. Это Кришна. Это Кришна дает знать, что на дереве нужно как-то увезти Затила отсюда, чтобы он мог спрыгнуть с дерева и убежать. И тогда Субал посмотрел на Субал. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Что-что? Нашел, нашел? А-а-ай-ай. У-у. Что такое? Эй. У тебя здесь вообще не убрано вокруг двора. Что делает твоя невестка? Вообще ничего не убирает. Укололся. Колючка. У-у-у. У-у-у. Нужно или иголку, или есть у тебя колючка? Откуда у меня колючка? Что ты глупости говоришь? Тогда принеси мне, пожалуйста, иголку. А-а-а-а-а-а-а-а. Сейчас, сейчас, сейчас принесу. Только не кричи. Это бы пришло опять. У-у-у. У-у-у. И Субал. А я вон пошел опять за дом и сидит. И вот Затила пришла и сказала, на. Ой. Может у тебя получится, а то мне так больно. Я не могу наклониться. И Затила встала. Где у тебя там? Вот тут, вот тут. Чего-то я не вижу. Конечно, ты не видишь. В твои годы что-то увидишь. Ну вот эти, показывай. Вот тут, вот тут. Посмотри сюда. Здесь? Не, не здесь. Здесь? Я не здесь, сейчас мне все продыряешь снова. Мама Шатила, ты что делаешь? В это время Квишна спрыгнул с дерева и убежал. Он прибыл через забор. И он услышал. И тогда с ума сидел и слышал На этом ку-ку было, где-то далеко. Я понял, что Квишна убежал. А! Все, все. Вот, да, да. Вот, все, по-моему, ты вытащил. Да, теленка-то я тут не нашел. Ну ладно, пойду искать. Если увидишь, скажи, что там у теленок, чтобы никто тебя не забирал. Я приду за ним. Хорошо, иди. Эй, субав! Что? Можешь тебе ногу перелезать? А не надо, так зажжет. И он перепрыгнул через забор и убежал. И они встретились с Квишной. И пошли играть с мальчиками-постушками. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИСТОРИИ. И развить, тем самым, привязанность. Потому что, если нет сердца привязанности к духовному, если нет привязанности именно к слушанию этих трансцендентных игр, то тогда человек, он ищет другое, другое наслаждение, которое он же пробовал. Хотя оно временно, но он ее пробовал, и оно ему, может, еще нравится. И про это мочного говорят, что эти истории нужно слушать. Я не квалифицирован говорить об этих вещах. Я просто рассказал, потому что сегодня такой день. И я хотел бы сегодня зачитать то, что позволительно нам просто всегда читать и обсуждать каждый день. Это описание сокровенных причин явления Господа читания. Читание читам. Осенними ночами Господь Мады Судана наслаждался своей юностью, окруженной пастушками, подобными россыпи драгоценных камней. Тем самым он развел все печали этого мира. Это стих из Вишнапурана. Господь Кришна стал рассказывать Гопи о своих любовных играх со Шлемати Радхарани минувшей ночью. И она от стыда закрыла глаза. Тогда забава ради Кришны Кришна тут же с необычайной ловкостью нарисовал игривых дельфинов у нее на груди. Так Господь Хари наслаждался счастливой юностью, предаваясь в рощах Враджа играм со Шлемати Радхарани и ее подругами. Комментарии. Это стих из книги Шила Рупы Гасвами Бхактира Санта Синдху. О Курнамаси! Если бы Господь Хари и Шлемати Радхарани не явились в Матхури, все мироздание, и тем более в Бог любви Кама, утратили бы смысл своего существования. Таким образом, Господь Кришна, обитель всех рас, вкушал славы с любовных отношений, но, как ни старался, он не мог осуществить три своих желания. Сейчас я поведаю о его первом желании. Кришна говорит, я изначальный источник всех рас, я абсолютно духовная истина, я соткан из абсолютного блаженства, но любовший Матерь Радхарани сводит меня с ума. Я не знаю, что за сила таится в любви Радхарани, которой она неизменно покоряет меня. Любовь Радхики мой учитель, а я, ее танцующий ученик, ее према каждый раз заставляет меня танцевать по-новому. Дорогая подруга Врина, откуда ты идешь? Астоп Шихари, где же он? В роще на берегу Радхакунды. Что он делает? Учится танцевать. А кто его учитель? Твой образ, о Радха, явленный ему в каждом дереве и каждой идеане. Образ, который кружит перед ним, как искусственный танцор, и увлекать его за собой. Комментарии. Это текст из Гави Налиламбрики, Кришнадаса Кабираджи. Я с вами. Сколько бы я не наслаждался своей любовью к Радхаране, она в своей любви к ней испытывает наслаждение в 10 миллион раз больше. Я исполнен противоречивых качеств, и точно так же любовь к Радхаране всегда полна противоречий. Любовь Радхи не знает границ. Даже заполнив собой всесущие, она неизменно продолжает расти. Поистине, нет ничего более возвышенного, чем ее любовь. Но в любви этой нет и тени гордыни. Вот признак ее величия. Нет ничего чище ее любви, и все же в ней так много своей нрави и лукавства. Слава любви, которую Радхи испытывает Кришне, врагу демона Муры, уже беспредельная, она тем не менее с каждым мгновением нарастает. Она бесценна, но в то же время чужда гордыни, чиста, но полна лукавства. Комментарий. Это второй стих из Данакелия Кавмуди Шилы Рупы Гасвами. Ширадика наивысший обитель этой любви. Я тот единственный, на кого она обращена.